Праздник для детей, радость для взрослых. Такого события в каждом дворе ждут с нетерпением. Новая детская площадка в селе Петровское появилась в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье». Насколько игровые формы соответствуют стандартам качества и ожиданиям жителей, после торжественной церемонии открытия проверил министр ЖКХ Московской области Евгений Храмушин. Мне очень приятно быть на таких мероприятиях, потому что те площадки, которые губернатор Московской области, они не просто красивые, они не просто удобные, они просто безопасные. Это еще площадки, которые вмещаются в самые современные игровые технологии. То есть приехав в Европу, куда-то еще вы всегда увидите те элементы, которые есть на детских площадках губернатора Андреевича Рапьева. Мы верим, что здесь будут дети в безопасности, счастливых, веселых, что из них вырастут будущие спортсмены, которые будут в честь России отстаивать на мировой спортивных площадках. И эти импульсы счастья, радости и здоровья распространятся на весь областный район. Площадки очень востребованы. Еще открывая в прошлом году в Протасово детскую площадку, мы уже с главой Огуднева строили планы о том, как дальше развивать поселение. И благодаря заявке, благодаря включению в программу губернатора удалось реализовать эти планы. Для родителей отличная детская площадка, ну а для кого-то целый космос. Мир, в котором живое воображение ребенка обретает простор для игры творчества. А между тем, новая площадка действительно оформлена в нестандартной космической тематике, близкой Огудневскому поселению, визитной карточкой которого не первый год является летающая тарелка. Нестандартную стилистику успели оценить и дети, и родители. Как будто ты в космос улетел, и там площадка такая же. Она очень хорошая, очень красивая, и мы очень действительно довольны, что она у нас теперь есть. И в принципе, я думаю, что она охватит все наши дома. Как отметил министр ЖКХ, стилистика площадки и разнообразие игровых форм тщательно согласовывались с местными жителями. У нас в ассоциации многоквартирных домов очень много многодетных мам. Мы их пригласили ко мне, разложили все чертежи зарубежных производителей современных, и попросили показать пальцем, что они хотят. Собрали пятерых наших крупных производителей и сказали, мамочки хотят вот это. И нам вот это все сделают. Безопасное резиновое покрытие, отдельно песочница для самых маленьких, самые разные качели, карусели и даже тренировочный комплекс. Ориентирована новая площадка на различные возрастные группы. Помимо различных игровых форм для самых юных жителей Петровского, на новой детской площадке установлен комплекс и для ребят постарше. Здесь можно увидеть тренажеры на различные группы мышц, а также комплекс для воркаута. По словам Евгения Хромушина, за последние годы в Щелковском районе установлено порядка 10 детских площадок по программе губернатора. И такая работа в 2018 году будет продолжена. Еще две площадки откроются в городском поселении Фрянова. В рамках рабочей поездки министр ЖКХ также посетил поселок Юность, где состоялось открытие водозаборного узла после капитального ремонта. В рамках программы губернатора «Чистая вода». Качественным ресурсом будут обеспечены более 1200 жителей, а также объекты социальной сферы, включая школу-интернат, больницу и две котельные. Большой объем работ по региональной программе ежегодно выполняется по всему Щелковскому району. В прошлом году Щелковский район уже вывели в зеленую зону в целом по району за счет ГП Щелкова. Но у нас остается проблема по ряду поселений. Поэтому в этом году еще 10 станций. В 2018 году будет в Щелковском районе установлено. И мы практически на 2019 год оставим одну или две станции максимум. Ранее в воде на данном ВЗУ было зафиксировано повышенное содержание железа. Реконструкцию водозаборного узла провел Щелковский межрайонный водоканал. На этом объекте были проведены полномасштабные работы по капитальному ремонту станции. Были заменены полностью все внутриплощадочные сети. Заменены четыре насоса станции второго подъема, два глубинных насоса. Поменяли полностью всю электрику, поставили шкафы управления. Сегодня станция работает полностью в автоматическом режиме. Александра Гранич, Станислав Беляев, телерадиокомпания Щелкова.